сегодня наша тема это библиографические описания многочастных ресурсов будем говорить в основном о многотомниках описание целиком описание отдельного тома про сериальное издание чуть попозже скажу но в целом мы их пока на примере многотомника сегодня будем рассматривать сегодня мы продолжаем знакомство с библиографической записи библиографическими описаниями и сегодняшняя тема она не большая но достаточно наверное важная так как это такой небольшой камушек преткновения о которой очень часто спотыкаемся это библиографическое описание многочастного монографического ресурса и так как мы продолжаем начатое в прошлый раз знакомство с библиографическими описаниями то напоминаю для тех кто не был на прошлом вебинаре а может быть и был но ссылку не помнит запись на предыдущий вебинар я вам даю можно будет посмотреть и на прошлой встрече мы разбирали достаточно важные вопросы структуру библиографического описания его области наполнение элементы что зачем следует и вот эти вот знания они будут нам важны на последующих вебинарах и сегодня тоже то есть к ним мы уже возвращаться не будем если возникают какие-то вопросы можно будет посмотреть в записи мы их достаточно подробно по каждой области проходили а сегодня нас ждут вот такие темы три большие вопроса но небольшие более насыщенные и четвертый вопрос мы затронем чуть-чуть краешком потому что он больше относится к нашей следующей теме про описание составной части ресурсов основное внимание мы уделим описание многотомников и отдельного тома многотомника так как чаще всего именно с этим мы имеем дело особенно при написании каких-то студенческих работ письменных работ да и нам самим для наших рпд списков основной рекомендуемой литературы и для наших публикаций это тоже бывает необходимо поэтому на этом примере мы и будем рассматривать и первый вопрос с которого мы начнем первый вопрос мы познакомимся с терминологии да с вот этой классификации одночасные многочастные уровни какие-то описания что это такое разберемся немножко с терминами и следующий вопрос мы посмотрим библиографическое описание многочастного ресурса целиком весь многотомник и третий вопрос это отдельный том из многотомника и первый вопрос одночасные и многочастные ресурсы соответственно одноуровневые и многоуровневые описания но разберемся с терминами которые сегодня у нас будут использоваться и используются в различных методических рекомендациях и в самом гости постоянно звучат одноурую одночасные ресурсы что это такое это ресурс выпущенной как одна физическая единица состоящая из единой одной физической единицы книга сборник вот это все одночасные ресурсы и ту структуру порядок следования областей которые мы с вами на прошлом вебинаре смотрели это как раз описание многочас одночасного ресурса в гости одночасным ресурсом посвящено очень много это раздел 5 вот весь пятый раздел это про одночасные ресурсы к ним очень часто идет отсылка когда идет речь о составной части ресурса либо о многочастных ресурсах об описание многотомников смотри пункт такой-то отсылается к одночасному ресурсу многочастные это ресурсы которые представляют собой некую такую совокупность единиц но они задуманы и созданы как единое целое они существуют как единое целое и могут существовать на либо на одинаковых либо на разных физических носителях но в том числе и в сети интернет и как говорят сейчас в информационно-телекоммуникационных сетях и многочастный ресурс он может быть различным да вот градацию здесь такую классификацию вам сюда постаралась наглядно представить это может быть многочастный монографический ресурс или сериальный ресурс а еще есть у нас комбинированные и комплектные ресурсы что это такое комплектный ресурс это ресурс многочастный и состоит из различных единиц на однородных физических носителях объединяет вот мы же говорим комплект карт комплект фотографий комплект картинок до каких-то иллюстраций комплект чего-то лежит в коробочке в папочке завязана ленточкой вот это будет комплект комбинированный ресурс это ровно то же самое но вот только едини носители для хранения этих отдельных единиц они могут быть различны комбинированным ресурсом может быть например книга и диск или вы знаете как раньше в магазине англия продавали такой набор для самостоятельного изучения иностранного языка печатная книга в папочке комплект каких-то там карточек раздаточного материала листочков и такая коробочка набор кассет для аудирования прослушивания и восприятия на слух вот это будет комбинированный ресурс разные физические носители и а сейчас тоже мы с этим сталкиваемся печатная книга и мы читаем читаем а потом какой-то тест на qr-код наведите экран мобильного телефона да и вы получаете доступ к онлайн тесту тоже тест существует не в печатном виде а в виде такого-то онлайн ресурса это тоже комбинированный ресурс вот про комплектные и комбинированные мы сегодня говорить не будем мы их будем разбирать уже на курсе там подробнее с ними познакомиться потренируемся больше но способы описания это вот все что относится к многочастному ресурсу там свои просто будут нюансы и многочастный монографический ресурс это ограниченное количество отдельных единиц которые могут иметь собственные заглавия сведения об ответственности а могут их не иметь но при этом ни одна из этих частей главной не является они все важны они все равноправны и сериальный ресурс это ресурс который нот монографический он выпустился и выпустился если перевыпускается у нас идут уже в области издания дополнение там второе издание переиздание дополнены и так далее он все равно является едином а сериальные ресурсы выпускаются отдельными частями которые имеют общее заглавие это обязательно у них есть в течение времени продолжительность которого заранее не установлено вот он выпускается и выпускается и сериальный ресурс по периодичности может быть разным это может быть периодический ресурс это может быть продолжающийся или серийный чуть чуть чем они отличаются что что чем называется это мы в конце к ним к ним вот в этом вопросе обратимся более подробно уже на следующем занятии посмотрим как там делаются описание а сегодня мы разберем то с чем мы чаще всего сталкиваемся именно монографии многочастный монографический ресурс вот эта вот часть а правила которые мы сегодня рассмотрим они действуют и для сериальных ресурсов но вот здесь могут быть свои нюансы и поэтому уже на примерах в следующий раз с вами разберем когда будем говорить о составной части ресурсов и так монографический многочастный ресурс заяви в зависимости от того каким ресурсом мы пользуемся у нас могут быть и разные уровни описания но вот если очень просто нам сегодня поможет знакомиться с этой темой такое семейство книг многотомник четырехтомник и если очень просто вот то что написано в гости постараться сформулировать то одночасно это одна книга сборник живущая самостоятельно многочастно это семья книг ну мы говорим о монографических ресурсах сегодня собрание собрание сочинений учебник в 25 томах избранное в 180 томах вот это вот будет уже многочастный ресурс и в зависимости от этого у нас может быть совершенно разного уровня наши библиографические описания в зависимости от того каким ресурсом мы имеем дело и о чем мы рассказываем в зависимости от структуры описания различают одноуровневое для одночасных и многоуровневое библиографическое описание одноуровневое описание оно состоит из одного уровня составляет его на одночасный ресурс либо завершенный многочастный ресурс завершенный многотомник в целом либо мы можем отдельную книгу из многотомника описать как отдельное издание но для этого нам нужно будет учесть некоторые особенности мы можем это сделать и чаще всего мы именно это и стараемся делать а вот многоуровневое описание так и называется потому что оно содержит два и больше уровней но нам больше двух в принципе то и не нужно раз мы не библиограф и не профессионал достаточно этих знать про эти два уровня вот это описание составляет на многочастный на многочастный ресурс в целом либо на группу единиц этого ресурса на несколько томов например можно его сделать и на отдельный том из многотомника но это более редкий случай чаще всего так не делают старается делать одночасное описание но возможность такая есть никто не спрещает и это же многоуровневое описание используется и для многотомников и для сериальных изданий и для комплектных и для комбинированных да вот те правила которые целый раздел в гости посвящен этим правилам это шестой раздел и вот если вы с одним из этих видов ресурсов сталкиваетесь сразу в шестой отдел смотрим какие там особенности и вот как можно представить так схематически даже визуально за запоминалось описание многочастных ресурсов одноуровневые на отдельный том но мы здесь при этом все равно даем информацию о его семье рассказываем об одном члене семьи но про остальных мы тоже должны дать какую-то информацию чтобы идентифицировать что он именно из этой семьи а не с другого многотомника мы можем сделать одноуровневые на весь многочастный ресурс целиком рассказать обо всей семье не выделяя например какого-то отдельного члена а иванова это который в 48 квартире шестой этаж собачка ручка знаем на и многоуровневые описание вот сереньким я его выделила потому что на отдельный том можно сделать да но реже используется и многоуровневые на всей части ресурса или на несколько частей мы можем рассказать о всей семье и о каждом ее члене или там о двух-трех людях из этого на клана вот вот ровно так они выглядят общая часть про семью вот они у нас в рядок выстроились и про отдельных членов этой семьи вот одноуровневые и многоуровневые описания там есть еще это же не все так просто там тоже есть свои нюансы и свои особенности но о чем какой бы мы способ не рассматривали и какой бы какое бы описание мы не выбрали мы все равно напоминаю схемку из нашей прошлой встречи такая структура исследования областей в библиографическом описании вот это нам всегда будет должно быть под рукой оно всегда нам пригодится потому что там всегда будет область заглавия сведения об ответственности и сведения относящиеся к заглавию которые сюда входят они для нас важны что еще для нас важно специфическая область материала или вида ресурса да для сериальных ресурсов на область публикации производства понадобится распространение место издания издательства гот издания область физической характеристики да но при описании многотонника в целом тут есть одна маленькая хитрость связанная с этой областью физической характеристики обязательно у нас будет обычной серии многочасные и многочастного монографического ресурса она участвует в формировании одного из способов описаний отдельного тома, например, из многотомника. Один из способов, он строится как раз на использовании этой области. Идентификатор ресурсов и условий доступности, да, из БН-номер. А вот эту последнюю область мы сегодня с вами опустим. Мы про нее говорить не будем, но подразумеваем, что она может нам понадобиться в нашем описании. Но чтобы упростить, мы ее немножко опустим. Здесь своих нюансов хватает. Вот про вот эту часть мы сегодня с вами и рассмотрим. И начнем мы с библиографического описания многочастного ресурса целиком. Мы можем составить как одноуровневое, так и многоуровневое описание на весь многотомник. И то, и другое будет верно. И поэтому мы можем в разных источниках, в разных каталогах, списках столкнуться с разными вариантами представления информации. Поэтому для нас важно уметь их увидеть, да, что это одно и то же, про одно и то же. Просто записано немножко по-разному. А вот наборы элементов, они, как правило, одни и те же. Они просто комбинируются немножко по-другому. Схемы одноуровневого и многоуровневого описаний на ресурс в целом могут выглядеть примерно вот так, если в общем виде их представить. Первый вариант – это многоуровневое, это одноуровневое. В многоуровневом вы тоже с этими терминами можете сталкиваться, когда будете читать какие-то пособия, да, методические рекомендации, да, и в том же госте. Общая часть – первый уровень. И спецификация – второй уровень. Ну, используют либо, так говорят, первый, второй уровень, либо общая часть спецификации – это без разницы. Да, и ту, и другую, в общем-то, они уместны к использованию. И чисто визуально у нас описание будет выглядеть вот так. Сначала идет общая часть, и в ней мы рассказываем обо всем ресурсе целиком. А вот второй уровень или спецификация – здесь рассказывается о каждом томе отдельно, о каждом члене семьи мы даем свои характеристики. И вот такая у нас буковка получается. Получается, вот это многоуровневое описание записывается с красной строки. То есть здесь мы делаем отступ, отступ делаем от общего описания и дальше пошли. А одноуровневое описание похоже на то, как мы делали описание и примеры, которые мы смотрели в прошлый раз. Конечно, конечно. Сейчас мы к ним-то как раз и перейдем. И рассмотрим оба варианта с их особенностями. Одноуровневое описание. Как оно выглядит. А вот вам и пример. Ольга Егорова. Вот вам как раз пошли и примеры. Одноуровневое описание на весь многочастный ресурс целиком. Описание на здоровье. Без примеров мы просто здесь ничего не поймем. Поэтому я немножко так вас, чтобы ассоциация, да, какая-то визуализация с самого начала была. А дальше у нас уже пойдут примеры. Кстати, вот аналог такого примера можно найти в образцах ГОСТа. Прямо в конце в приложениях есть там другое издание. Ну, примерно так же оно и описано. Вот у нас идет описание всего ресурса целиком. Всего многотомника. Из каких элементов оно состоит. Заголовок. Ну, напоминаю, заголовок это отдельная песня, отдельная история. Поэтому в библиографическое описание он не входит. Но это важная часть того библиографического. Делает описание библиографическую запись. Дальше у нас идет общее заглавие. Общее заглавие. Вот еще один термин, который используется при описании многочастных ресурсов. Есть и общее заглавие, а есть частное заглавие. Общее заглавие – это как называется весь многотомник. А частное заглавие – это как фамилия семейства. А частное заглавие – это имя каждого члена семьи. Это уже название каждого отдельного тома. У них могут быть свои названия. А может и не быть. Но общее заглавие будет. Вот общее заглавие. А дальше у нас пошли сведения, относящиеся к заглавию. Ну, как обычно, мы ставим пробелы, двоеточие. Через двоеточие у нас эти сведения идут. Учебное пособие. И вот здесь дальше, обратите внимание, мы еще раз ставим двоеточие. И указываем, в скольких частях у нас это пособие. Сколько членов в этой семье. В скольких частях это пособие выходит. В четырех томах, в 150 выпусках, в 200 номерах и так далее. Вот это все записывается через еще одно двоеточие. То есть не одним словом, а ставится. Еще одно двоеточие. Это разнородные сведения, относящиеся к заглавию, уточняющие заглавие. А может быть у нас, потому что у нас может быть тоже учебное пособие, тоже так же называться, тех же авторов, но, например, в восьми томах. Если мы это не напишем, то мы можем не тот учебник взять. Дальше у нас идут сведения об ответственности, относящиеся ко всему многотомнику. Вот они, наши авторы. Мы привели здесь только первые обязательные сведения об авторах. Их у нас три. Место издания, издательство и год. Здесь у нас стоит один год, потому что все четыре тома вышли именно в этот год. Вот мы его с чистой совестью написали. Но могут быть и варианты. Какие могут быть варианты? В течение, там, с 2001 по 2021 выходил многотомник. Значит, здесь мы будем записывать через тире. Или, например, он еще выходит. Начался в 2001 и должен завершиться, а еще не завершился. Незавершенные издания. Вот в сериальных это часто мы можем с этим столкнуться. Незавершенные издания ставятся тире и четыре пробела. Оставляется пропуск в четыре печатных знака, потом ставится точка тире и пошли следующие области. И остается вот такое вот пустое место. То есть это еще, он еще выходит. Не все тома еще в нем вышли. Вот эти примеры мы на курсе тоже будем более подробно разбирать. Все задания у нас такие будут. Но сегодня мы самый простой пример разберем, что у нас все вышло в один год. А вот дальше смотрите, какая хитрая вещь. У нас стоит опять 4Т. Сокращать здесь можно. Так же, как мы страницы сокращаем. 380С. Мы же не пишем полностью страниц. Что это такое? Вот для чего нам нужно понимание структуры библиографического описания. Заголовок, заглавие, сведения, относящиеся к заглавию и сведения об ответственности. Раз. Вот у нас область основного заглавия. Точка тире. Значит, у нас следующая область начинается. Переиздания еще не было. Поэтому у нас сразу начинается информация об области изготовления, распространения. Издание, вот оно место издания, издательство, год издания. Раз, вторая область. А за ней у нас идет следующая область. И вот здесь часто возникает путаница. Но это же четвертый том? Нет. Это 4 тома. Это область физической характеристики. Объем. То, что мы для отдельной книги пишем количество страниц. А здесь многотомы. Как мы будем указывать количество страниц? Взять все 128 томов и посчитать там количество страниц? Да ни в коей мере. На многочастный монографический ресурс при составлении одноуровневого библиографического описания сведения об объеме являются обязательными. И в ГОСТе написано, прям даже отдельный пункт, есть 6, 2, по-моему, 5. Что здесь мы приводим количество частей ресурса. То есть это не обозначение номера тома, а это обозначение количества томов. Ну и опять же нам проверка, что вот в 4 томах 4 тома, ага, все правильно. Чтобы не было ошибки, что именно это 4 тома, потому что где-то мы можем опечатку поставить. Тут дополнительный источник для проверки, каким изданием пользовались. И дальше номер, международный номер, книжный, СБН. Все, в конце ставим точку. Посмотрите, не очень сложное описание всего многотомника. Вот мы сделали одноуровневое описание. В принципе, это такой несложный, простой вариант, но вот вопрос вам на засыпку. Можем ли мы его применять при оформлении списков курсовым работам, дипломным проектам, магистрским ВКР или нет? А вот можем мы просто вот так вот написать. А, я пользовался восьмитомником Выгодского. Все. Ну, я же ссылку поставил на восьмитомник. Вот в списке-то она у меня есть. Все нормально, я все правильно оформила. Или можно использовать вот такую отсылку. Ага, пошли же ответы. Нет, нельзя. Нельзя. Можно, если мы его превратим в многоуровневое описание. Или на каждый том будем давать отдельный вариант. Либо, смотрите, еще какая вещь может быть. Если у нас, например, двухтомник. Если у нас, например, идет двухтомник. И в этом двухтомнике один и тот же аспект, какой-то проблема, он рассматривается на все два тома. И мы включаем этот двухтомник, например, упоминаем в обзоре аналитическом в обведении к своей работе. Просто на него ссылаемся, чтобы там рассматривалась степень научной разработанности, тематики. И больше мы на него можем не ссылаться. Но в список мы его должны поставить. Может быть, как в виде исключения, вот только в этом случае. Но если у нас идут по тексту ссылки, тогда нельзя. Да, Вероника, спасибо за вопрос про ИСБН. Дойдем до этого момента. Правильный вопрос задаете. Есть два ИСБНа. И мы в прошлый раз смотрели, я вам такой пример показывала. ИСБНа для разных, например, издательств. Одна книга вышла в издательстве. Там Вечи, Истоки и еще какой-то. И у каждого свой ИСБН. Здесь примерно та же история. Есть общий ИСБН на весь многотомник. А есть ИСБН для конкретного тома. И то, и другое, совершенно верно, Марина, указывается общий и на конкретный том. Но иногда это указывает на конкретный том. Да, 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 два номера. Есть ИСБН общий и есть ИСБН на конкретный том. Если мы говорим о всем четырехтомнике, поэтому очень внимательно смотрите оборот титульного листа. Ставьте весь ИСБН на весь многотомник. Иначе вы просто немножко не туда отошлем. И есть второй вариант. Вот это мы посмотрели одноуровневое описание. Не очень-то и страшно. Но есть еще и второй вариант. Многоуровневое описание, когда мы делаем на весь многотомник, на все части, или на три тома, например, из четырехтомников. Вот схема этого описания. Вот так оно выглядит зрительно. Вот это вот текстом, да, изложили. И я вам пометила звездочкой те элементы, которые, если есть, то указываем. Вот в основной части. Вот она наша основная часть. И вот она пошла спецификация. Ну и дальше будет том 2, том 3 и так далее. Здесь мы указываем заголовок. Если есть основное заглавие всех томов, в каком количестве. Ну и если есть уточнение, что это учебное пособие или еще какая-то там дополнительная информация, то здесь еще одно двоеточие ставим. А так у нас будет заглавие в таком-то, в стольких-то томах. Первые сведения об ответственности обязательно приводим. Авторы под редакцией и так далее. Составители. Дальше у нас идет обязательно должно быть место издания. Но если есть сведения о переизданиях, конечно, здесь еще одна область у нас вклиниться. Область издания. Место издания, издательство. Год начала издания, год окончания, если есть. Если года окончания нет, ставится 4 пустых пробела. 4 знака. Если год 1, все тома вышли в 1 год, как в нашем примере. 1 год и указываем. Как и для обычной книги. И вот здесь у нас, обратите внимание, опа, физическая характеристика исчезла. В чем разница? Здесь у нас одноуровневое описание. Мы вот это написали и все. А вот здесь мы физическую характеристику указываем для каждого тома отдельно. Поэтому здесь ее можно и не указывать. Там 4 тома, 5 тома. Опускается они, она перебазируется вот сюда. И здесь мы уже будем указывать количество страниц. Серия, если есть, указываем. Иногда такое бывает. Ну, для сериальных изданий, да, там серия будет. Серийное издание. Оно может быть и не периодическим, и не продолжающимся. Ну, какая-то серия. Там высшая школа или серия сделай сам. Вот тогда мы ее сюда указываем. И ИСБН общий для всего многотомника. А вот здесь, когда мы, вот здесь внизу каждый том расписываем, мы пишем номер тома, если есть заглавие тома, частное заглавие, его имя. Здесь фамилия, а здесь имя. Сведения об ответственности для этого конкретного тома, если они отличаются от тех, которые были приведены здесь. Ну, например, добавился какой-то новый автор в этом томе был. Или редактор был другой. Ну, тогда мы это здесь укажем. Год издания именно этого тома, количество страниц в этом томе, и обратите внимание, ИСБН конкретного тома. Вероника, надеюсь, что мы на ваш вопрос ответили. Про ИСБН. Вот здесь они уже будут разные. И вот пример. Просили примеры. Вот нам и пример многоуровневого описания на весь том, на весь ресурс целиком. Этот вариант описания так и называется. Здесь мы начинаем с красной строки. Вот эту информацию о томах. Он так и называется. Иногда его так называют с красной строки. Или студент, у меня его еще назвали хвост павлина. А действительно, похоже. Вот он сидит, да, общая часть, это как само тело, тушка павлини. И красивый-красивый хвост свисает. Длинный-длинный или не очень длинный. Вот можно так по ассоциациям тоже они придумали такой способ, как запоминать с красной строки или красный красивый павлин. Особенности этого вида описания. В области публикации, производства, распространения приводят годы публикации первой и последней части, соединенные знаком тире, или один год, если все части вышли в течение одного года. При составлении описания многочастного документа, если издание еще не завершено, напоминаю, у нас после ставится пробел, четыре печатных знака вместо последнего года. А вот здесь область физической характеристики и у нас таинственным образом исчезает. Просто мы эти данные переводим в спецификацию и по каждому тому идет уже свой объем. Вот так и выглядит пример многоуровневого описания. Можно сравнить с примером одноуровневого, который наверху. Здесь больше информации по конкретным томам. Общая... Ну, про общую часть мы поговорили. Кстати, посмотрите в приведенном примере на слайде все ли у нас правильно записано или здесь есть где-то ошибочка. Здесь есть маленькая небольшая неточность. Попробуйте ее найти. Даю подсказку. Она связана со знаком, с использованием знака. Ага. А еще? А еще что? Вот то, что сереньким. Да, совершенно верно, Галина. Двоеточие, посмотрите. Вот здесь у нас не хватает двоеточия. Вот здесь оно у нас стоит в общей части, а здесь он у нас убежал. Запоминаем, что мы отделяем количество томов в сведениях, относящихся к заглавию, отделяем двоеточие. Здесь у нас оно стоит. Про годы. Если год один для всех томов, то да, я вам сейчас покажу, есть сокращенный вариант. Допускается ГОСТом. Это сокращать. Ну вот совсем уж, совсем-совсем правильно надо было написать так. Если разные года, в разные года для разных томов, тогда или хотя бы один том отличается, тогда да, для него год обязательно нужно писать. Это обязательные элементы. Номер тома. Если у него есть частное заглавие, есть имя, его записываем. Год издания, да, количество страниц, да. И ИСБН, посмотрите, вот здесь он у нас уже идет совершенно разный, да, для разных томов. Вот здесь мы записали общий ИСБН для всего многотомника, а здесь ИСБН каждого тома отдельно. И вот то, о чем коллеги сказали. Допускается сокращение в описаниях спецификации. Видите, мы не повторяем, вот здесь можно не повторять те данные, которые уже в общей части у нас уже есть. Мы можем опустить. Авторы у нас одни и те же. Мы можем опустить эти сведения. Мы указываем только то, чего здесь нет. Год один и тот же. Все тома вышли в один год. Поэтому мы тоже смело можем это опустить. У нас остается только номер тома, название его, если есть сведения за количество страниц ИСБН. Все, все остальное мы опустили. Вот такой вариант тоже допустим и тоже применяется. Такой сокращенный вариант многоуровневого описания. Ну, смотрите, совсем не страшно. Есть еще один, кстати, вариант, с которым мы тоже можем встретиться. Это такое, Надежда Егоровна. Коллеги, у всех все исчезло или все на месте? Нажмите, пожалуйста, на огонек, если все на месте. Надежда, попробуйте перезагрузиться. Перезайти. Зайти и выйти. Все у нас на месте. Спасибо. Есть еще один вариант, третий вариант. Спасибо, Марин. Есть еще один вариант, с которым мы тоже можем встретиться. Это оформление вот этой второй части, второго уровня или спецификации, как его называют, в подбор. Не часто встречается, но можем попасться. Примеры, которые приведены в самом ГОСТе, они либо одноуровневое описание, вот как мы смотрели, либо вот так вот со спецификацией. Вот два примера приводятся. Но есть еще и третий вариант, который также существует. И, в принципе, его, по-моему, даже не запрещали. Такого запрет на его использование нет. Но и с ним мы можем встретиться. Вот чтобы вы не пугались и вы знали, что это еще один вариант многоуровневого описания. Только у нас вот этот хвост павлина не висит, а наш красавец этот хвост развернул. Вот эту часть он как бы подтянул вот сюда, к своей тушке красивой. И вот теперь у нас стоит такой замечательный павлин. Этот способ оформления называется спецификацией именно. Основная часть не трогается, она будет ровно так же. Это называется в подбор. После, как делается этот вид. А вот так вот он выглядит. Общая часть плюс спецификация. Видите, мы ее вот отсюда снизу подтянули вот сюда наверх. И записали как одно описание. Вот это не одноуровневое описание. Это такое же многоуровневое, только расположение немножко по-другому. Вот и вся разница. А так у нас также есть две области. Есть общая часть, вот она зеленым цветом темным выделена. И спецификация вот сюда у нас утянулась. И ровно то же самое мы записываем, ровно такую же информацию. Написали вот так, а потом это просто подняли, развернули хвост павлины. И у нас получилась вот она, такой еще вариант описания. Поэтому с этим вариантом вы можете столкнуться и так, и так. Просто чтобы вы имели в виду, что это одно и то же. Это многоуровневое описание ресурса целиком. Либо нескольких его элементов, его составных частей. Здесь после общей части ставится знак точка тире. И дальше информация о каждом томе идет через знак точка запятой. Ну, они равноправные. И вот мы их вот так вот выстраиваем. И вот она информация здесь собралась. Поэтому, если вы, например, столкнулись с таким видом описания, а у вас в требованиях стоит, что если вы указываете несколько томов, например, в своем списке, сделать многоуровневое описание со спецификацией вот так, вы просто свернете хвост павлину. Сверху ровно вот это вот так-так-так и выстроите в рядок. Поэтому здесь тоже страшного-то особо ничего у нас и нет. Все достаточно просто. И вот три варианта, которые мы с вами рассмотрели. Вот смотрите, а ведь совсем не страшно, правда? Многотомники. Вот три варианта, с которыми мы можем столкнуться. Многоуровневые в подбор и с красной строки, и одноуровневые на весь ресурс целиком. То, что мы с вами как раз на примерах до этого и посмотрели, и разобрали. Но нас чаще всего интересует вариант другой. Нас чаще всего интересует вариант одного тома из многотомного издания. Как быть здесь? Вот, кстати, про осилий примеры, коллеги. Вот примеры есть. И нет остальных. Делаем по одному тому. Сейчас я вам покажу, как это можно сделать. Сейчас я вам покажу, Марин. Значит, что значит доступен к описанию только один том? Остальные нам не нужны или они вообще в природе не существуют? Нет, ну они же существуют где-то в природе, поэтому информацию мы можем по ним добыть. Если нам это нужно. Но нам, может быть, просто не нужно делать описание на остальные тома, а мы пользовались только одним, на один том из многотомника. Вот его мы цитировали, и на него нам надо сделать. Остальные нас не интересуют. Вот тогда мы будем делать следующее описание. Однотомника из многотомного собрания. Вот все три варианта я вам тоже здесь привела уже не наглядно, а на примерах. Как это может быть на весь однотомник? Многотомник. Ну здесь в четырех томах мы можем сделать на два. Я просто немножко сократила, иначе у меня не влезало хорошим шерифтом на слайд. А так, в принципе, на все четыре. А вот теперь следующий вопрос. А если у нас есть отдельный том этого многотомника, и нам надо сделать описание на него? Мы его цитировали, мы с ним работали. Как быть в этом случае? Если мы напишем просто вот так, в восьми томах, и все, и на этом успокоимся. Ну вот это будет неправильно. Вот это будет неправильно. Нам нужен конкретный том. Вот здесь тоже есть разные варианты и разные способы. И мы точно так же можем сделать одноуровневые и многоуровневые описания на отдельный том в том числе. Начнем с многоуровневых, раз мы ими закончили, с них и начнем. Вот такой вариант записи. Хвост павлина можем сделать. Вот у нас автор есть. Общее заглавие всего многотомника у нас есть. Есть сведения, уточнения, что это учебное пособие. Мы указываем в каких, в скольких томах. Сведения об авторах, место издания, издательство, год. И обратите внимание, мы вот это пропускаем. Пишем СБН. И вот он у нас конкретный. И здесь мы приводим только один том. Вот мы сделали многоуровневое описание на отдельный том. Ну здесь мы использовали свернутую форму описания, потому что сокращенную. Потому что год у нас тот же самый, вот здесь мы можем его вообще убрать. И дополнительные сведения не указывать. Но смотрите, еще сократить. Но такая форма записи не очень распространена и обычно не применяется, когда мы говорим об одном только томе. Вот так мы тоже можем сделать. И один том, количество страниц, ИСБН. Все вот в подбор можно сделать. И вот эту спецификацию подтянуть сюда. И у нас получится вот такое многоуровневое описание. Ну вот такой переходный способ. От многоуровневого к одноуровневому. Можем вот так сделать. Да, но чаще мы используем одноуровневые описания на отдельный том. И вот здесь мы можем их тоже сделать по-разному. Мы можем сделать... Здесь есть тоже несколько вариантов. Мы можем сделать описание под общим заглавием многочастного ресурса. И тогда такой способ описания отдельного тома можно условно назвать с длинным заглавием. Ребята, меня его еще называли паровозико. Потому что все элементы выстраиваются таким длинным паровозиком. Получается длинное-длинное заглавие паровозико. Под общим заглавием. Общее заглавие, коллеги, вспоминаем, это название всего многотомника. Даже если оно называется просто полное собрание сочинений. Собрание сочинений. Избранные труды в 18 томах. Вот это будет общим заглавием. Это фамилия нашего многотомника, под которой наш том живет. При составлении описания под общим заглавием многочастного монографического ресурса в качестве основного заглавия приводит общее заглавие ресурса. Затем сведения, относящиеся к общему заглавию. Затем номер части, вот этой уже конкретной. И ее частное заглавие, если оно есть. Сначала фамилия, потом имя нашего отдельного тома. И обратите внимание, все эти элементы разделяются знаком точка. Вот это прописано в пункте 6.2.6.1. Я вам прямо сейчас в чат дам. Можно прям себе на заметочку взять, где это написано. Почему и откуда здесь взялась точка. Вот мы вот этот паровозик основного заглавия и выстроили. Помните, как мы здесь писали? Двоеточие ставили, сведения относящиеся к заглавию. А вот здесь при этом способе с длинным заглавием делается хитрая вещь. Берется, и вот эти все сведения до косой черты превращаются в большое одно большое заглавие. А там разделительный знак. Для этого элемента, основного заглавия, это точка. Поэтому мы здесь точку-то и используем. И все. И не заморачиваемся. Где у нас там двоеточие, не двоеточие. Мы все сделали одним большим заглавием. И вот смотрите. Вот у нас общее заглавие. Вот у нас пояснение, сведения, относящиеся к заглавию через точку. А раз точка, значит, большая буква уже будет. Учебное пособие, точка в четырех томах, точка, том 1, точка и его частное заглавие. У него есть свое имя. Если имени нет, мы этот элемент просто опускаем. Будет просто том 1. Точку уже ставить не будем. Здесь мы и ставим, потому что есть заглавие. Том 1 пробил, касая черта. И дальше пошли сведения об ответственности. Сведения вот к этому всему ресурсу. У нас они не отличаются от сведений об ответственности. И для тома, и для всех томов у нас один и тот же набор авторов. Поэтому мы его сюда здесь и указываем. Если у нас, у этого тома есть отдельные авторы, вот здесь мы их указываем. Это для конкретного тома. Издание. Обязательно, Людмила, запись обязательно будет. Место издания, издательство, год для этого тома. Мы на него делаем описание. Количество страниц мы уже как для обычной книги указываем для этого тома. И ИСБН, обратите внимание, для этого тома. То есть вот эта вот вся часть у нас идет вот, начиная от тома 1 и вот сюда. Это для этого конкретного тома. Вот мы его дали. Только редактор или редколлеги, Марина, не вопрос. Мы тогда делаем просто описание под заглавием. И вот сюда их указываем. Ответственный редактор или подредакции, да, в сведения, относящиеся к заглавию. Если нет авторов или их там каждые три строчки писал отдельный человек. Большие-большие сборники. Посмотрите, что написано на обороте титульного листа. Да, подредакция, ответственный редактор. Можно. Вот. Елена, еще раз объясняю, коллеги, почему в одном месте учебное пособие через точку или через двоеточие. Смотрите, вот здесь у нас идет нормальное, к которому мы привыкли, описание. Да, сведения, относящиеся к заглавию. Вот они, вот мы их сюда. И потом у нас пошла спецификация. А теперь мы берем и вот это все объединяем в одну область. Вот это такой хитрый способ. Он и называется с длинным заглавием. Когда мы сведения, относящиеся к заглавию, общее заглавие ресурса, нумерацию тома и частное заглавие отдельного тома, если оно есть, объединяем в одно. И вот это мы превращаем в одно большое заглавие. То есть это уже не сведения, относящиеся к заглавию здесь. По сути-то они такими и остались. Это стало частью заглавия. Не спрашивайте меня, зачем и в чем логика разработчиков была, чтобы вот так вот придумать этот способ. Что есть, то есть. Просто поймите одну вещь, что одноуровневое описание на один том под общим заглавием, на один том многочастного монографического ресурса под общим заглавием. И вам в методических рекомендациях, и в самом гости. Если встречается вот это одноуровневое под общим заглавием, имейте в виду, что у нас здесь произойдет превращение. Двоеточие превращаются в точки. А после точек мы всегда начинаем с большой буквы, поэтому видите, я вам даже выделила, что они идут с большой буквы. Здесь нет, не сокращаем, пишем вот так. Сокращение у нас в других местах мы можем делать. Именно том 1, точка, если есть у нас там книга, выпуск, тогда через запятую мы их тоже сюда записываем для сериальных изданий. Том 1, точка, даже точку не ставим, запятую ставим. Том 1, запятая, пробел, выпуск, уже с маленькой буквы, потому что запятая, ну по правилам русского языка, у нас в перечислении идет выпуск, там 35, запятая, номер, знак номера ставим, там 18, точка, и потом уже название. Вот такое длинное тоже может быть. И вот здесь из БН, вот здесь мы уже ставим конкретного тома. Вот смотрите, сравните у нас описание многотомника в целом, а вот это будет описание отдельного тома из этого многотомника. Вот один из способов, он так и называется, с длинным заглавием. Когда мы из вот этих элементов выстраиваем паровозик, и одинаковая сцепка используется между вагончиками, такой поезд, да, поезд, заглавие, а сцепка у нас одна, это точка. Вот мы ее здесь и ставим, она одинаковая для всех элементов. Вот такой вот способ. Кажется страшный, на самом деле он не настолько уже страшный, здесь просто надо немножко потренироваться, его поделать, тогда получится. Да, Валентина, может быть, я вам показываю разные способы, кстати, каждый может посмотреть свой удобный, для одних под общим заглавием удобнее писать, а для кого-то с областью серии удобнее писать, и как-то привычнее, да. Это вот второй способ, которым мы можем воспользоваться из таких одноуровневых описаний. Но есть тоже некоторые моменты, когда мы не можем, например, использовать один из этих способов. Да, ну, в принципе, несложный способ, когда понимаешь, откуда это взялось, почему вот здесь мы через двоеточие пишем. Кстати, опять обратите внимание, здесь у нас, где ошибка, да, знак двоеточия, и с маленькой буковки В. Кто заметил, молодцы, кто не заметил, берите на заметку. Все вот эти элементы, сведения, относящиеся к заглавию, да, они, и нумерация тома, и его заглавия, они превращаются в одно длинное заглавие. И здесь мучиться не надо, уже мы просто ставим точки, и все, один знак у нас живет. Может быть, да, действительно, так и проще сделать. Есть еще один способ с использованием области серии. Вот напоминаю, где у нас в нашей структуре библиографического описания живет эта область серии. Вот после физической характеристики. Помните, она в круглых скобочках пишется. Да, вот круглые скобочки – это один знак для области серии. Основное заглавие серии или подсерии для сериальных изданий, которые у нас, для серийных, которые выходят в каких-то сериях. Или мы сюда записываем серию многочастного монографического ресурса. Он тоже может выходить в каких-то сериях. Серия для первого курса, серия для магистров. Вот мы ее сюда записываем. Либо мы используем для того, чтобы сделать одноуровневое библиографическое описание нашего многотомника, даже если он в серии не выходит. Мы эту область, вот за счет вот этого отсылочки, да, мы можем ее поиспользовать. Международный стандартный номер этого ресурса, да, мы используем, если он есть, конечно. В старых книгах этого не будет. И через точку запятой мы пишем номер серии, подсерии или том многочастного нашего ресурса, нашего многострадального многотомника. Это вот классическое, да, основные, жирным выделены основные обязательные элементы, которые должны быть в этой области. Но для наших многотомников здесь может быть некоторое упрощение. Мы указываем, что мы указываем в области серии. Основное заглавие ресурса, вот то самое общее заглавие для всех томов. Перед этим мы смотрели пример, когда мы его вначале писали, да, а теперь мы его вначале не пишем, он у нас уходит вот сюда, в эту область. Сведения, относящиеся к заглавию, если есть, вот теперь уже, как положено, через две точки, привычные нам, обычные, да, мы уже никаких провозиков не выстраиваем. Еще одни сведения, относящиеся к заглавию. Помним, что сюда мы через двоеточие пишем количество номеров, да, или количество томов. И через косую черту первые сведения об ответственности. Наши авторы, или если их нет, то редактор, ответственный редактор, составители и так далее. Затем через пробел, точка запятой, пробел, ставим номер тома, тот, который наш, да, и вот у нас будет выглядеть примерно вот так наша область серии для многотомного издания. Почти полное собрание сочинений, учебное пособие в ста томах, вот они наши раз-два-три авторы, и мы указываем, какой это номер тома, тот, который мы сейчас вот описываем. Вот это общая часть, а это вот наш том. И дальше ИСБН для этого тома у нас пойдет вот сюда. Как это выглядит не на схеме, а на примере. Вот это описание, когда мы используем область серии, называется одноуровневая под частным заглавием конкретного тома. Ну, условно, можно это описание тоже назвать, вот так, был у нас с длинным хвостом, да, с длинным заглавием область серии. Автор, да, первый заголовок, у нас их три, поэтому первого мы сюда записываем. Частное название тома, вот сейчас он у нас выходит на первое место, моего имя сначала указываем. И заметьте, мы здесь не пишем ничего, какой это том, какой это выпуск, не, мы здесь ничего не пишем, мы пишем просто его название. За косой чертой у нас первые сведения об ответственности нашей авторы, место издания, издательство, год, все, что относится к этому тому, количество страниц, вот все, как для обычной книги мы указали, это уже не страшно, это для нас уже понятно. А вот дальше мы ставим, я его выделила жирным, просто чтобы сделать акцент, что мы про эту область говорим, обычным шрифтом записываем в наших реальных описаниях, естественно. в скобках в области серии мы записываем общее заглавие для всего многотомника. У нас может быть вообще там полное собрание сочинений или сочинения. Если есть пояснение, а у нас оно есть, что это учебное пособие через двоеточие, как для обычной книги, в четырех томах, только двоеточие не забудем поставить, как для обычной книги. Касая черта, вот здесь мы указываем еще раз всех авторов, зачем. Они могут отличаться. Поэтому я в пример привела и то, и другое. Например, у нас может здесь быть вместо унила, ухара. А здесь у нас унил. Вот уже одним автором отличие есть, тогда мы это приводим. Точка запятой. И вот номер тома мы указываем вот сюда. Мы говорим, что вот из этого собрания сочинений, вот этих товарищей, мы взяли номер том номер один. А называется он вот так-то. И вот все его данные. И в конце номер ИСБН мы ставим для этого конкретного тома. Вот можно сделать второй способ, как можно сделать описание одного тома из многотомника. Либо вот так, либо вот так. Ну, многоуровневые мы с вами посмотрели в подбор, и со спецификацией можно ее так расписывать. Ну, вот чаще всего либо такой способ, либо вот тот используется. Но здесь тоже есть своя хитрость. А если у тома... У нас везде есть... Было здесь отдельное заглавие, частное заглавие. Имя для каждого тома. У него было имя и фамилия. Общий многотомник Европейский Союз, а его имя отдельного тома страны Скандинавии. А если у нас этого нет? А если у тома нет частного заглавия? Просто собрание сочинений в трех томах. Том первый. Или учебное пособие по общей физике в 128 томах. Том 48. Все. Ну, нет у него частного заглавия. Что делать? Вот как нам составить одноуровневое описание на один том, если у него частного заглавия нет? Чем воспользоваться? Способом, когда мы серию описываем или с длинным заглавием? Коллеги, кто знает, кто догадался, напишите, пожалуйста, в чат. Если у нас нет частного заглавия для нашего тома, как мы можем сделать? вот так или вот так. Длинное заглавие. Ага. Почему серия нам не подойдет? Ага. Вот смотрите, вот наш набор элементов. описание нашего разобранного описания. Разобранное описание на части. Вот они и есть у нас, эти элементы. Кстати, я вам показываю один из вариантов, как можно какую-то такую игрушку из этого, может быть, превратить. И когда объясняем и используем для обучения для своих читателей или студентов, мы вот играли, у нас рассыпалось описание, и вот мы его собирали. Но мы запутались, мы забыли, каким способом его надо сделать. С длинным заглавием и область серии. Конечно, коллеги, здесь мы будем делать только с длинным заглавием. Область серии нам не подойдет, потому что она под частным заглавием. Вот он, порядок. Сначала мы рассказываем о всем многотомнике и потом переходим к частностям. А здесь мы наоборот рассказываем об отдельном томе и потом переходим к частности, к общим вещам. Вот вам схемы под длинным заглавием и область серии. Вот этот способ нам не подойдет, если у нас частного заглавия нет. Мы его должны вынести сюда, а у нас его нет. Мы здесь ничего написать уже не можем. У нас остается только либо вот такой способ, либо в подбор, либо многоуровневое описание. Один из тех способов выбирать. Но чаще всего выбирается вот этот. В N томах, там в 48 томах, том 41. Честного заглавия нет. Мы его просто опускаем. Мы его вычеркиваем. Том N. Точку не ставим, пробел, касая черта. И пошло спокойно описание для этого тома. Все. Можно сделать вот так. Вот вам пример наглядный, после всех схем. Вот мы его опустили, вот мы ставим пробел, и вот у нас пошло описание этого конкретного тома. Но мы уже знаем, мы можем прочитать правильно это библиографическое описание. Мы знаем, что ссылка идет. И работали мы с первым томом из четырехтонного собрания учебного пособия, которое называется Европейский союз, и авторами которого являются вот эти три наших автора. И дальше пошли сведения об этом издании, об этой книге. Да, вот по СБН мы ее точно сможем найти. Вот это есть небольшая такая особенность для описания, если мы выбираем одноуровневое описание однотомника из многотомного издания. Вот, посмотрите. В общем-то, не очень страшно. Способов много, да, но мы можем выбирать тот, который нам нужен. В длинном заглавии за косой чертой не точка запятой, а просто запятая. А, Надежда, смотрите, почему у нас Надежда Ёлкина, вопрос вот про эту точку, вернее, про эту запятую, да, вот про эти запятые, напишите, пожалуйста, в чат. Ага, смотрите, можете посмотреть вот запись нашего предыдущего вебинара, мы там с вами это тоже разбирали. Запятая ставится, если однородные сведения Большой, Джордж Клуни и О'Нил, это три автора этого учебного пособия. У них равные права. Они все три писали по-честному. Но в заголовок мы по правилам можем вынести только одного автора, чтобы остальным было не обидно, мы их закосой чертой указываем. Это первые сведения об ответственности. Но если нам необходимо указать еще дополнительно к этому, например, переводчика, редактора, ответственного редактора, это уже будут вторые сведения об ответственности. И если мы их закосой чертой тоже будем писать через запятую, то это будет неправильно. мы их как бы уравниваем в правах с авторами. А это неправильно. Они не авторы. Они тоже большую работу сделали, но другую. Они ничего не написали. И вот для того, чтобы отделить первые сведения от последующих, ставится знак точка запятой. Если у нас, например, два редактора, то тогда мы после унила делаем пробел, ставим точку запятой, еще пробел и пишем редактор С Нарцисова запятая К Водовозов. КВ С Нарцисова КВ Водовозов. Вот их мы тоже будем внутри после точки запятой, мы их тоже будем писать через запятую. А вот они сделали всю редакторскую работу. Они молодцы, они классные редакторы. Поэтому, чтобы отделять разных участников, их степень участия разная, поэтому ставят точку запятой, а внутри они идут через запятую. Вот, есть такая вот история. Ну и коллеги, наконец, вот мы с вами разобрались с нашими многотомными описаниями. Мы сегодня посмотрели разные способы одноуровневых и многоуровневых описаний как целого ресурса многотомного, также и описание на однотомнике, тоже разные способы, как можно сделать многоуровневые и одноуровневые расписания. Посмотрели, чем они отличаются друг от друга и разобрали особенности одноуровневых описаний, когда мы один способ можем применять, а какие есть ограничения, мы его применить не сможем. выбирать для оформления своей работы, вот здесь вопрос остается открытым, единственного верного способа, который можно было бы рекомендовать, единственно верного его нет, поэтому в разных методических рекомендациях вы можете столкнуться с разными примерами, а иногда делают вообще по-хитрому, показывают образцы описания многотомного издания, так, так или так, и вот несколько или все из наших примеров, вот они там существуют, или, 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 и вы в недоумении, а чего же выбрать, а как сделать, вот мы сегодня постарались разобрать по элементам, куда чего у нас заходит, куда чего мы вставляем, для того, чтобы если вы с таким выбором предоставленным вам столкнётесь, вы могли бы выбрать тот способ, который для вас наиболее привычен и наиболее простой, наиболее понятен, если предоставляется на выбор, ради бога, но помним про правила единообразия, в едином массиве документов, то есть в одном списке вы не можете в одном случае описать, как сделать многоуровневое описание на однотомник, в другом случае вы другой элемент из списка, другой однотомник с другого многотомного издания вы сделаете с длинным заглавием, а третий том вы сделаете с областью серии, вот этого быть не должно, если уж выбрали один способ, то его и применяем ко всему списку, и вот своих учащихся тоже хорошо бы это донести, чтобы они это могли использовать. Галина, не, 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 мы вот здесь да, вот про единообразие коллеги, последняя ремарка, и у нас еще вопрос Зайцева, Галина, не, либо мы пишем, да, если мы используем длинное заглавие, длинное заглавие, тогда мы двоеточие убираем, ставим точку, Евросоюз, точка, с большой буквы учебное пособие, да, и дальше с большой буквы по сокращениям сейчас вообще принято писать полностью, да, вот эти вот слова в четырех томах, том четвертый, да, раньше, раньше были сокращения, это все сокращалось, вот спецификация, мы там все сокращаем, а сейчас вот посмотрите, даже в самих образцах, в примерах, в том же гости, да, как они дают, вот на многочастные издания, на отдельный том, вот есть пример, кстати, с длинным заглавием, вот этот учебник Жукова Н.С., который у нас по всем примерам курсирует, это гост, сейчас я вам скажу страницу, страница, не скажу страницу, у меня, по-моему, общим, общим массивом идет файл, в примерах многочастные монографические ресурсы, пример описания отдельного тома, даже если посмотрите, там написано полностью, в трех частях, часть первая, в трех томах, том первый, пишем полностью, хотя запрета такого жесткого прямо в гости написано, что пишем полностью для библиотек, для библиографирующих организаций, и примеры приведены с, а, спасибо, спасибо, Наталья, да, у меня просто гост единым файлом, и там без разделения на страницы, поэтому, к сожалению, не смогла сказать номер страницы, там в самом гости нет, есть допущения, да, где, где разрешаются сокращения, но сами примеры и образцы, они все приведены в полном написании, в четырех томах, том первый, ну, и, может быть, даже и лучше, не надо думать, где и чего, можно, да, да, совершенно верно, Екатерина, можно, поэтому я говорю, мы ориентируемся на то, вот как, как везде, всюду дается в основном полностью, да, хорошо, пусть будет полностью, но это не исключает того, что вы можете, например, в своих методических рекомендациях сократить, да, ой, это же сведение, не общий заголовок, да, не частное заголовие, которое нельзя сокращать, в принципе, сказать, что правильно, неправильно, ну, в зависимости от тех методических рекомендаций, что написано у вас, если вы примете это на своем уровне, как требование к оформлению, тогда будет правильно, да, если будем все-таки ориентироваться на ГОСТ, которым потом студентов отсылаем, и они там будут смотреть, то, может быть, и целиком написать, конечно, здесь вот это вот рекомендательная вещь, ну, вот имейте, имейте в виду, мы разбирали, мы разбирали именно с точки зрения, вот как, по примерам ГОСТа, да, в который мы чаще всего-то и заглядываем, и которым отправляем своих студентов, поэтому пишем полностью, но, например, в рекомендациях, там, в требованиях к оформлению некоторых научных изданий, да, там может встречаться, например, приводится по сокращению, ну, окей, вы сказали сократить, напишем, как требует главный редактор, как в этом издании принято, но я понимаю, что происходит и откуда здесь взялось сокращение, здесь главное вот не переживать по этому поводу, раз есть рекомендательный характер, значит, будут вариации, наша задача разобраться в этих вариациях с тем, чтобы не переживать, когда одна из них у нас попадет, и про сериальные ресурсы, вот то, что мы с вами смотрели, здесь правила действуют то же самое, точно так же мы можем делать описание и для сериальных ресурсов, но у нас там в нумерацию может добавляться еще разные том, выпуск, номер, для научных изданий такое может быть часто встречается, и еще для сериальных изданий сведения о нумерации приводятся в области, специфической области материала или вида ресурсов, видите, вот мы в прошлый раз смотрели, для сериальных ресурсов хронологическое обозначение, вот то, что мы пишем, для периодических ресурсов, журналов, для продолжающихся, это не место издания и издательства, это вот как раз сведения о нумерации, хронологическое обозначение, год, номер, выпуск, они уходят вот сюда, вот в эту область, для сериальных, и область серии многочастного монографического ресурса, что является здесь главным, если мы говорим о сериальном, не о многотомнике, а уже о сериальном издании, основное заглавие, международный стандартный номер серии или подсерии, если он известен, номер выпуска, вот так у нас будет выглядеть, не для многотомника, а, например, для какого-то периодического издания, которое выходит еще в какой-то серии, например, вопрос о атомной науке, и вот в области серии мы должны указать номер этого сериального издания, вот он, и ССН, уже будет, а не СБН, и ровно так же, как мы для многотомников делали номер выпуска, к которому относится это издание. Остальное мы берем вот ровно из того, что мы с вами сегодня для многотомников посмотрели. Но встает вопрос, да, есть ли у нас статья, глава, параграф, раздел, или еще какой-то кусочек, из отдельного тома многотомника, или статья из журнала, статья из сборника, то есть из сериального издания ресурса, то как сделать описание на них. А вот это уже наша следующая тема нашего следующего вебинара, в следующую среду, когда мы будем говорить о описаниях составной части ресурса. И почему про сериальное издание мы сегодня рассмотрели так в общем краешком чуть-чуть их затронули, потому что в основном к ним-то мы обращаемся именно в части описания составной части ресурса. Мы не чаще не делаем описание отдельного журнала целиком или отдельного сборника целиком. Редкий случай, когда мы это, это нам требуется в наших списках. Чаще всего мы ссылаемся на какую-то статью, тезис, доклад из сборника. А значит нам надо делать уже описание составной части ресурса. А информация об этом сборнике у нас уйдет только в кусочек этого описания. А вот правило, по которому оно составляется вот сегодня, мы как раз тоже с вами и посмотрели. То, что сегодня мы с вами прошли, на следующее занятие мы уже сериальными изданиями поразбираемся. Ну вот, коллеги, на этом мы с вами нашу сегодняшнюю встречу завершаем. Показываю вам список вебинаров в конце, что нас ждет по описаниям и ссылкам в октябре-ноябре. В этом году мы немножко поподробнее проходим по всем этим темам. В следующий раз мы встречаемся 20-го числа у нас будет библиографическое описание составной части ресурса. И вот там мы продолжим знакомство с нашими библиографическими описаниями. А в ноябре у нас уже пойдут вебинары по ссылкам. Ну и напоминаю коллеги, что все нюансы, практические примеры и самое главное отработка на практике всех вот этих премудростей, которые мы за эти два месяца с вами постараемся изучить и освоить, вот это мы будем делать уже в январе. Ну и плюс все материалы и информационные, и учебные, и конспекты, и таблицы, схемы, подсказки, шпаргалки, презентации, шаблоны, раздаточный материал обязательно у нас будет. Это все у нас будет на курсе, который начнется в январе. Ну и напоминаю, вот эти вот восемь вебинаров это такие призовые вебинары. Восемь сертификатов приобретенных за эти восемь вебинаров дают при записи на курс дополнительную скидку плюс ко всем, которые там еще будут в 1592 рубля по стоимости, да, прямого онлайн-участия. И, ну, если одного-двух не хватает, ничего страшного, у нас будет еще два вебинара в декабре, один в январе и были вебинары в сентябре, за них сертификаты тоже, я вам засчитаю, кто надумает приходить и захочет на практике это все отработать, там много чего у нас интересного будет, вот, но самое главное мы это все, одно дело посмотреть примеры, другое дело научиться это делать ручками, вот там мы это все уже будем закреплять и отрабатывать. И, коллеги, сразу про курс пока далеко не ушли, можно будет посмотреть программу, у кого это заинтересует, я вам ссылку на страницу лендинга даю, он еще пока находится в таком состоянии реинжиниринга, доработки, поэтому не пугайтесь, если вдруг там какая-то чепятка вылезет, он еще сейчас формируется к началу, но заранее уже можно посмотреть и если кто-то примет решение, там есть форма, можно написать мне письмо, можно отправить по форму заявки. Оплачивать будем начиная с декабря, но так, чтобы вот за эти восемь вебинаров оплата пока еще оплаты пока еще не открыта, пока просто можно записаться, оплатить попозже, но чтобы успеть набрать эти сертификаты. Ну и по остальным вопросам тоже можете писать, будем разбираться. Светлана Царапкина «А для библиографов». У нас просто цикл «Для небиблиографов». Ну, вы посмотрите, что интересует Светлана, есть ли курс, можете посмотреть вообще программу, наши вебинары вы знаете, если считаете, что это подходит, то, пожалуйста, можно. Мы просто не углубляемся в очень большие дебри, такие уж совсем глубокие тонкости библиографические, потому что основная страдающая категория это те, кто только-только начинает с этим знакомиться или вынужден применять эти правила на студенты, учащиеся, колледжата, которые в меня пищали и плакали, преподаватели, которые не являются специалистами. Вот скорее это цикл для них. Но можете просто посмотреть, если что-то заинтересует, welcome, будем рады. приходите с удовольствием. Ну вот, коллеги, на этом мы с вами завершаем нашу встречу. Надежда увидела ваш вопрос. Если позволите, мы сейчас уже и так время начинаем перебирать, больше пары на три минуты. Если позволите, можете мне написать на почту, мы с вами индивидуально посмотрим. Да, я посмотрю ваш вопрос, отвечу вам уже в таком индивидуальном формате. Сейчас я вам вот. Вот это адрес моей почты Надежды Ёлкина. Если можно, туда продублируйте. Мы с вами попереписываемся, если можно, быть, на следующем вебинаре тоже покажем. Про записи, коллеги, сейчас я все полезные ссылки вам повторю обязательно в чат. Ну, а для наших зрителей, кто смотрел нас в записи, всем хорошего настроения, не пугайтесь библиографических описаний, они не настолько страшны, они тоже немножко боятся нас, но давайте с ними дружить. Надеюсь, что сегодняшняя встреча была для вас полезна и помогла немножко хотя бы разобраться и не пугаться, если они эти описания способы предстают перед нами в разных видах. На самом деле они добрые, они зла нам не желают и давайте их не будем бояться, а использовать правильно. Всем счастливо, всем удачи и до новых!